Добрый вечер! Если сегодняшний день кажется вам обычным, то не спешите с выводами. Вполне возможно, он войдет в историю, например, как 24 июля 1908 года. В этот день Оренбург облетела новость о грандиозном скандале. Неизвестные самым наглым образом обворовали магазин золотых вещей Галдерина. Они буквально пропилили стену ювелирного, влезли в дыру, потом вылезли оттуда с мешком, набитым серебром, золотом и бриллиантами. На астрономическую по тем временам сумму 10 тысяч рублей. 24 июля 1913 года запомнилось нагоняем, которые получились служащие Оренбургского учебного округа от Министерства народного просвещения. Поводом для эпистолярной взбучки послужили ученические экскурсии. Тогда всевозможные поездки детей по культурным маршрутам были на пике моды. Причем, как и сейчас, несовершеннолетним путешественникам полагались взрослые сопровождающие, которые ездили с ними бесплатно в качестве надзирающих. Вот их-то количество и вызвало, мягко говоря, недоумение руководства. Во время экскурсий учеников, которые были очень распространены в то время, иногда сопровождающие лиц бывает слишком много. И обращают внимание на то, что иногда сопровождающих лиц бывает даже больше, чем участников, чем самих учащихся. То есть на это обратили внимание и сказали о том, что нужно как-то отрегулировать число сопровождающих. 24 июля 1962 года в Оренбурге открылся Музей изобразительных искусств. Надо сказать, перед тем, как музей официально начал работать, художники, искусствоведы и чиновники города несколько лет к ряду собирали коллекцию экспонатов, картины, графика, скульптура. В итоге к 1962 году собралось больше 2000 работ. Музей мог похвастать как картинами дореволюционными, например, художника-передвижника Лукьяна Попова, так и работами советских художников. В 1965 году день отметился скандалом вокруг Солилецкого курорта. Журналисты местных газет выдали разгромный материал, в котором обвиняли горосполком в полной неспособности создать условия для отдыхающих. При этом журналисты язвительно напоминали, что еще до Великой Отечественной войны на Соленом берегу были медицинские пункты, киоски с мороженым и прохладительными напитками. К середине же 70-х весь сервис сошел на нет. Туристы часто не могли принять нормальный душ после соленых купаний, но аж о газировке и мороженом можно было забыть. 24 июля 1966 года вся Оренбургская область гордилась одним местным предприятием – механическим заводом города Орска. Там 6 лет назад поставили на поток производство одноименных холодильников. Вообще, надо сказать, что рефрижераторы в Советском Союзе производились по одной технологии, практически в одном дизайне, и отличались в основном качеством исполнения. Вот оно-то и прославило Орск на всю большую страну. В управление приходят звонки, письма, телеграммы с разных концов страны. В 1966 году завод планирует выплатить порядка 115 тысяч холодильников. Из-за этого служащие заводы работают с большим опережением графика. Холодильники планируется установить даже на межконтинентальных лайнерах. Чем запомнится 24 июля 2017-го? Пока загадка, но любая дата, если не меняет историю, то остается в ней точно. Завтра будет новый день и новая дата. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok